Лампочки горят через одну или не горят вовсе. Так сегодня выглядит один из крупнейших торговых центров Латвии – Спица. Его площадь более 75 тысяч квадратных метров. Если мы сравниваем счет за электричество или тариф за электричество в июле этого года по сравнению с июлем прошлого года, то сам тариф на электричество вырос приблизительно в 10 раз. И это, наверное, самый большой ответ, что это подразумевает. Ни мы, ни специалисты Латвенэр Гуэнефита никто не может дать прогноз, каким тариф может быть. Сейчас мы видим, что он немножко снижается по сравнению с августом. Но когда он снизится до уровня прошлого года, я думаю, что в этом мире нет ни одного человека, который даст такой прогноз. Больше всего электроэнергии торговый центр потребляет летом, когда работают кондиционеры. Сезон закончился, теперь нужно думать об отоплении. Будет снижена температура воздуха. Ну, 23 градуса, может быть, это немножко тепло было для посетителей. Да, сейчас эта температура будет, я думаю, в районе 20 градусов. Со следующей недели торговый центр будет работать до 9 часов вечера. На час меньше, чем раньше. Но это еще не все методы экономии. В вечерние часы отключаем все освещение экстерьера, все лайтбоксы, все, что находится на нашем фасаде. Наружное освещение отключили и в торговом центре Рейгоплаза. Но остается еще 65 тысяч квадратных метров помещений. А электричество, по словам представителей торгового центра, подорожало в 10-20 раз. Чтобы снизить потребление, здесь еще в прошлом году начали модернизацию. Стали использовать искусственный интеллект, который следит за потоком людей и выключает свет, где он не нужен. Но есть и более радикальные меры. В часы пик, когда на бирже были ненормально высокие цены, мы выключали кондиционеры, вентиляцию, чтобы сэкономить электроэнергию. Также мы рассылали информацию своим арендаторам, чтобы они сделали все возможное, чтобы потом нужно было меньше платить. В двух торговых центрах Акрополы в Риге также перешли в эконом-режим. Отрегулировали интенсивность освещения, температуру. Уже с понедельника на час сократили время работы. Мы получили просьбы о сокращении рабочего времени и от части арендаторов, которые поддержали это решение. При этом график работы, например, продовольственных супермаркетов, отдельных ресторанов и кафе, спортивных клубов и кинотеатров остается без изменений. Сократить время работы сейчас хотят и в торговом центре Орега у железнодорожной станции. В здании находятся не только магазины, но и офисный центр. Изначально мы снизим энергопотребление, освещение и вентиляции в части нового и реконструированного здания в вечерние часы после 10 вечера, когда в торговом центре будет работать только гипермаркет Риме. А вот в торговом центре Домино время работы пока не меняют. Центр и так работал каждый день до 9 часов вечера. Но об экономии думают и лампочки поменяют на экономичные за 56 тысяч евро. В альянсе девелоперов недвижимости говорят, что все торговые центры сейчас в одной лодке. Экономить приходится всем. Конечно, каждый центр смотрит на свои возможности, как уменьшить счета. Нужно смотреть и на привычки потребителей. Если покупательские привычки потребителей поменяются, может быть изменен и план действий. Станет ли людей в торговых центрах меньше и будет ли что тратить, узнаем совсем скоро. Когда первые зимние счета получат и клиенты торговых центров.